здравствуйте друзья сегодня у нас речь об двух интереснейших машинах которые недавно мы спасли из небытия для меня эти машины начались история этих машин началась вот с этой фотографии которая была сделана в 99 году на московской международном автосалоне машинки выставлялись там джам первый раз астера уже второй раз эта компания dragon motor company разработчик этих машин выставляла и автоком компания автоком компания которая планировалась где-то за байкалью их выпускать там там и эти две машинки и обнаружили одна из этих машинок это джамп я считаю лучшая машина которая была сделана в россии на фотографии дальше на слайде представлены слева направлен коннов леонид это автор дизайнер и геннадий хаинов который придумал эту машину это были какие-то ужасные покатушки машина предоставляет огромное удовольствие когда на ней катаешься много-многие эмоции дарит была сделана синенькая машинка зелененькая машинка красненькая вот опять же творческий коллектив который на ней наработал последние фотографии которые есть красной машины еще была желтая машина который есть у меня в коллекции но об ней будет разговор отдельный отдельно будет фотографии сейчас же пойдет разговор о машинах которые нашли в забайкальском крае поиск машин начался вот таких фотографий которые были сделаны в каком-то ангаре ну видимо где-то у разработчика но машины там стояли уже разобраны этим фотографии много лет уже практически машины были убиты видно что нету стекол еще есть лобовое стекло у астера но нет люка нет заднего стекла нету салона в общем машина стоя в этом цеху уже была довольно таки разбита в этом же ангаре судя по фотографиям стоял и джамп тоже в не лучшем виде довольно таки разбитый уже нет колес судя по дискам стоит он здесь давно давно уже не ездил они все ржавые наклейки свидетельствуют о том что у него была бурная молодость где-то на спортивных соревнованиях к сожалению это последние были снимки которые свидетельствовали вообще о том что он когда-то был жив и где-то встречался и вот мы нашли человек который хранились эти машины там же в забайкальском крае далеко довольно таки отсюда и вот он нам любезно предоставил несколько вот таких фотографий в каком состоянии сейчас машина то есть они в принципе в таком же котором и были находясь на том самом заводе или не знаю на складе каком-то и вот уже осенью нам прислали вот такое видео так же остыра двигателя там коробка судя по всему новый так здесь передний мост рулевые тяги затор кардан там видеть бампер тяжелинный бампер бампер целый так это желтая стыра с колесами колес нет сиденье то от другой машины стекла нет люка нет стекла нет так джампинг на чурках без колес мосты на месте кардана на месте разнотка на месте двигатель вот так вот стекла с трещиной целый здесь стекла на месте здесь трещина задний стекла целый задний стекла целый боковой стекла на месте здесь отклеилась герметика там углу сломанный так стекла целый как руля нет салон так выглядит здесь какой-то двигатель раз-два-три-четыре-пять-шесть двенадцатицилиндровый вообраз на коробка раздавка рычаги от бампер и труба кусок вот отсюда кусок с машинами договорились договорился данила но в итоге самое сложное во всей процедуре оказалось найти машину которая привезет нам наши автомобильчики соответственно в джамп выйти в москву нет наоборот астера в москву джамп в питер машину нашли стоило каких-то иконских денег но благодаря спонсорам сочувствующим людям получилось собрать деньги на перевозку поэтому эти машинки принято было решение забирать как можно быстрее машина нашли вот видео погрузки вы наблюдаете ну вот и все ребятки как тому и быть так синенький там желтенький здесь желтенький у нас москву синенький питер замечательно ребята уже ждут в предвкушении своих автомобилей короче увязались собираем тут еще запасочку надо закинуть мои канистры и все складываем крышу и погнали а теперь непосредственно действию приехали к нам пусть собрались мы чтобы вытащить вот этот вот как его назвать кран-погрузчик кран-погрузчик мы хотим вытащить потому что к нам приехала интересная машина и сейчас вы ее увидите загнал немного машин будет завести вот эту каркалыгу делал непростое я на ней как-то ездил как-то работу пробовал рычаги дергал но сейчас нам надо снять машины грузовой кузов легковой машины она без колес придется снимать вот этим погрузчиком колеса для пикапчика новенькие то смысл только покрашены это будет отдельная тема и капчик прекрасно ездит на плохо у него с тормозами давай накидывай князь а а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... А интересна она тем, что это первая машина, которая была сделана. Кроме прототипа, это была самая первая. Все, сейчас будем ставиться, выставляться, выгружаться. Синяяя. Бензин течет. Синяяя. Чувствуете? Да. Запад 76-го. Продолжение следует... Продолжение следует... Дима, а как ее цепляли, помню, чтобы не делать ошибок предыдущих? Как заводились тропа? За монтажку и за задний лонжерот. Что там под капотом? Под капотом прекрасное ничего. И пленка, которая защищает, это ничего от погодных условий. Продолжение следует... Коробка должна быть от чайки или от зива. Так, ну, крышка у нас не прикрученная, смотрю. Ой-ой-ой. Мы ее снимаем. Отнеси там, где мы поставь. Так, за что бы тут зацепить, чтобы не было больно. Продолжение следует... Продолжение следует... Источников... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...